В какой-то момент стал вопрос, стало просто интересно узнать об истоках виноделия в Абхазии. Ну, во-первых, потому что в специальной литературе сейчас, в общем-то, признаются два центра происхождения виноделия в мире вообще. И одним из них считается Кавказ. Значит, мы тоже. Я в свое время пытался интересоваться, у наших историков выяснилось, что никаких точных работ, данных, научных, каких-то работ, изысканий не проводилось. Нам повезло. Ко мне как-то пришел молодой человек, Парид Кобасе. Он тогда занимался совершенно другой частью исторической науки. Мы поговорили, и мне показалось, что ему будет интересно заниматься именно этой частью. Абхазия является древнейшим очагом освоения культуры винограда и виноградовства. Ну, во-первых, нужно было доказать. Материальная культура, как мы знаем, как вы знаете, очень богатая. Очень богатая материальная культура. Я не могу не сказать, что не было научных изданий, работ. Ну, в советское время, вы знаете, было очень много работ наших абхазских авторов, отечественных и зарубежных авторов. Но все-таки нужно было начать с позиции современной науки. Нужно было подойти междисциплинарно. Должен присутствовать междисциплинарный сплав, чтобы все это доказать. Вот мы, собственно, и начали писать эту работу. Да, конечно, было сложно. Дело в том, что источниковическая база первоначально была очень скудной. Нужно было собрать, создать фонд, литературный фонд. Литературный фонд, источники и вся, собственно, литература, она, как вы понимаете, вот не представлена в отдельно взятом научном центре. В Абхазии была богатая литература, но вы знаете, в силу тех обстоятельств, геноцид, когда был совершен науки и культуры в 92-м году, архив был сожжен. Поэтому нам приходилось обращаться, собственно, в другие научные центры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова